улучшить здоровье в санаториях прикоснуться к истории на курортах зеренда и бурабай восхититься лесами озерами и горами именно это осуществимо в акмолинской области для того чтобы познакомить вас с туризмом вы решили отправиться в самое популярное место среди туристов бурабай или же как называют по-другому жемчужина казахстана отправляйтесь путешествие вместе с нами недаром бурабай называют жемчужиной казахстана эта местность давно завоевала сердца многих туристов оставаясь любимым местом отдыха как для жителей так и для гостей страны уникальный край напоминает оазис располагаясь высоко в горах оставив позади бескрайние сухие степи на его территории расположены 14 озер включая знаменитая боровое щучье большое и малое чебачье озера окаймлены горами и вечно зеленым лесом погода в бурабай окмолинской области с мая по октябрь держится прекрасно и теплое в среднем плюс 25 градусов это время прогулок по горам пляжного отдыха летом сбора грибов и ягод осенью зимой же когда температура здесь опускается до минус 30 наступает долгожданный период для любителей снежных приключений подлёдная рыбалка катание на коньках лыжах сноубордах и многих других снежных занятий для того чтобы добраться в бурабай вы можете воспользоваться несколькими видами транспорта на курорт можно добраться на поезде автобусе маршрутном такси или самолете к примеру расстояние алматы бурабай составляет 1470 километров при отсутствии пробок автолюбители смогут преодолеть его за 19 часов маршрут начинается на трассе м-36 также путешественники из алматы могут добраться до станции курорт боровое с первого и второго вокзалов расписание поездов рекомендуется уточнять в кассах прямых авиарейсов из алматы в бурабай нет однако туристы могут добраться в кукшетау расположенном 80 километрах от курорта самолет летает трижды в неделю к тому же помимо этого охватывают такие направления как шумкент и актау развитый экономический кукшетау также является излюбленным местом туристов со всех сторон город окружает дивная природа всего несколько десятков километров и вот вы уже в горах в еловом лесу или на берегу красивейшего озера расстояние по маршруту кукшетау-бурабай на машине 70 километров также можно добраться на такси стоимость от 2000 тенге из астаны в боровое следуют разные виды транспорта железнодорожной станции астаны следует поезда к станции курорт боровое билеты на них можно заказать в сети или купить непосредственно на вокзале стоимость проезда зависит от типа вагона и дополнительных услуг к тому же теперь добраться из астаны до станции курорт боровое можно за два с половиной часа на электричке электропоезд ходит пять раз в неделю знакомство с бурабай туристу следует начинать именно с этой исторической поляны облаяхана через которую проходит дорога вокруг озера боровое в центре поляны стелла которую возвели в честь 280-летия облаяхана высота ее составляет 35 метров это место является уникальным еще потому что в этой местности существует особый микроклимат где ультрафиолетовые лучи способствуют омоложение организма сама поляна известна тем что хранит очень много легенд и сказаний у подножья горы кухшетау расположился каменно-гранитный трон облаяхана по поверью народа если обойти его семь раз и загадать про себя самое заветное желание то она непременно сбудется если вы оказались на пару дней бурабай вам нужно составить оптимальный маршрут для этого однозначно вам визит-центр на сегодняшний день визит-центр представляет собой комплекс туристских развлечений и музеев здесь посетители могут получить подробную информацию о флоре и фауне природной территории региона достопримечательностях экскурсиях по туристским маршрутами о наличии туристических пакетов к тому же на территории имеется зоосад с видами животных и птиц которых с удовольствием кормят дети и взрослые узнают о них подробную информацию через qr таблицы в излюбленном туристами месте бурабай функционирует парк аттракционов семейного детского и экстремального направлений один из самых популярных аттракционов это колесо обозрения откуда открывается живописный вид на весь курорт высота колесо обозрения 42 метра всего здесь 24 кабинки которые оснащены отоплением и кондиционерами одна поездка длится 9 минут обзор живописных мест курорта бурабай можно осуществить разными способами в том числе и на велосипеде за час езды вы отдадите 2000 тинги стоимость аренды на весь день 7000 тинги живописный курорт бурабай с каждым годом все больше привлекает внимание туристов ежегодно курорт посещают сотни отдыхающих из разных уголков казахстана и стран ближнего зарубежья недаром это место еще называется казахстанской швейцарией вы сможете попробовать себя в качестве альпиниста и просто наслаждаться красотой и силой природы вот тут посреди озера расположилась скала жумбактаз она является местной достопримечательностью вокруг скалы можно покататься на лодках и катамаранах и по-особенному окунуться в атмосферу природной красоты также и окжитпес приковывает внимание туристов скала возвышается на 300 метров над уровнем моря эта гора овеяная множеством легенд и сказаний также считается одной из самых известных природной достопримечательностей бурабая бурабай находят чем удивить туриста снова тут же помимо отдыха можно и культурно обогатиться это помогает разнообразить времяпровождение познакомиться с историей и культурой казахского народа к примеру ботай бурабай этнографический музей под открытым небом его посещение оставит неизгладимое впечатление на гостей курорта этнографический комплекс был открыт в 2018 году архитектурно-культурный ансамбль занимает площадь в 600 квадратных метров всего комплекс расположился на территории 25 тысяч квадратных метров он состоит из семи жилищ которые полностью копируют строение ботайской эпохи а где же остановиться отдыхающим в бурабай туристам предлагаются различные варианты в их числе гостиницы хостелы отелей гостевые дома а также другое стоимость варьируется от 25 тысяч и выше бурабай далеко не единственное место для посещения в регионе имеется также национальный парк кукшетау с богатейшей флорой и фауной территория парка покрыта невысокими скалистыми сопками березовыми и сосновыми рощами с множеством живописных водоемов одно из них озеро тектонического происхождения под названием зеренда зеренда это часть обширной территории выделяющиеся горами и сопками покрытыми лесом озерами и реками пропитанная своей уникальной атмосферой расположенная в краю тысячи озер зеренда имеет свои легенды особенно популярна зеренда своими санаторно-оздоровительными комплексами природный заповедник кургал жен один из двух в казахстане входящих список всемирного наследия юнеско он был основан 1968 году для сохранения уникальных водно-болотных угодий являющихся местом кудрявого пеликана и других птиц весной и осенью отправившись на орнитологическую экскурсию здесь можно наблюдать большие скопления фламинго кургал женский заповедник расположен в 130 километрах в юго-западнее города астана на территории кургал женского заповедника обитает 357 разных видов птицы из них 41 вид входят в красную книгу казахстана 27 видов занесены в международный союз охраны природы 132 вида гнездящихся птиц также здесь водится 42 вида млекопитающих 6 видов присмыкающихся 2 вида земноводных и 15 видов рыб стоит отметить что регион входит в топ-5 лидеров туристических зон казахстана это признание подтверждает высокий уровень туристической инфраструктуры разнообразие предложений для отдыха и великолепные природные культурные достопримечательности